Вообще, я считаю, я альтернативный артист. Хотя изначально вообще был просто бедолажкой, басотым. Мне еще только 25, я считаю, что у меня дофига еще будет совершений. Я даже сам от себя не знаю, что ожидать, куда меня принесет. Сегодня будет исповедь. Смотрите на TNT Music. Я был мальчиком, и мальчику тяжело находиться среди взрослых людей, особенно глупых взрослых людей. Ты не имеешь никаких защитных механизмов, из-за чего случаются глупые совершенно встречи, глупое позиционирование себя. Теперь я могу давать интервью. То, что я понимаю, кто я есть, я понимаю, за кого говорить. Раньше я не понимал, я был в поиске, это был мой путь ниндзя. Все обернулись, но поздно уже у меня другие дела. Все как один тянут руку еще лишь недавно простого типа. Все думают, не повезло, что проверим, давайте нажмите рестан. Это мое увлечение недавнее. Начал кататься на моциках, и прикольно, классно. Мы находимся на мотобазе в Подмосковье. И что, здесь круто? Здесь есть большие моцики, адреналин. Все, что я люблю. Я в целом люблю экстремальные виды спорта. На скейте кататься. И рисовать на улице. Тренер, давай пообщаемся. На языке бензина и адреналина. Что, тренер, знал, что я знаменитость? Музыку пишу. Недавно трек у меня вышел, на первое место попал. Как дела, привет, как дела? СМС-ка поздно, прилетаю в Москву. Брыжок в такси, мы наблюдаем звезд. Я волнуюсь за то жесткое балевое, ведь со мной говорят губы цвета. Большинство людей, изучая какое-то ремесло, похабно к этому относятся. Я же отношусь к этому очень чутко. Поэтому все это время я выпускал одиночные треки, которые давали понять мой вектор, куда льется моя душа, и какие я навыки обрел за это время. Ну и, собственно говоря, теперь я уже к этому времени готов удивить людей чем-то действительно серьезным, большим. Вообще, я считаю, я альтернативный артист. Потому что сейчас такой этап, особенно для российского творчества, для российского шоу-бизнеса. И в основном сейчас правят эмоции, идеи. А идея никогда не может быть обременена чем-то. В основном жанры – это как способ отображения идей. Поэтому какой-то жанр я бы все-таки еще не называл. Я бы сказал, это эфемерное состояние. Сколько, сколько еще можно в жизни строгать? Из-за разрухи на личном он кончен и наркана, истеричка. Сколько можно кричать друг на друга? Сколько будет еще нам так много? Скажи или давай все по-другу, по-новой, по-другу, по-новой. Камчула вылетает. Я в Дагестане катался на лошадях и по горам. И мне так понравилось, что я подумал, надо посмотреть, что еще есть из подобного вида адреналина. Понял то, что мне нравится на лошадях кататься, на байках. Хочу себя развить в этом всем. Не знаю, просто мне прикалывает. Я так провожу время. Я вообще частенько обращаю на всякие разные вещи внимание, и это меня завлекает. Впрочем, так началось все и с музыкой. Я же не собирался заниматься музыкой. Изначально я хотел заниматься кино. Спасибо, брат. А в итоге зацепилась потом еще за музыку. Перешел на музыку. Параллельно, когда делал музыку, понял, как работает вся индустрия. Потом захотелось кому-то писать. Потом захотелось в обложке самому рисовать. В целом, блин, круто быть человеком. Человек – это такое классное многогранное существо, которое может направлять свое внимание в разные виды деятельности и кайфовать с них. Поэтому я счастлив, что я человек. Я живу, ни в чем себе не отказываю. И я рад, что все мои увлечения, каждый раз, когда я шел по пути сердца, это меня привело к независимости, к свободе. И это круто. Хотя изначально вообще был просто бедолажкой, басотым. Руки, расклад. Ног, руки не упрямляй. Остальные чуть-чуть и уходи назад. Вот, да, понял, коленчатого нет. А-а-а. Вот он, ничего не надо играть. Вот так. Здорово, дорогие друзья, это Сыныч. Я просто остановился, чтобы пообщаться именно с вами. Нет, я не заглох. Все отлично. Все. Должаем ехать. Продолжаем. А-а-а. Ай, я не алкаш, я просто безумный. Ай, ой, скажите, куда вы здесь трудный. Ай, так валий сейчас, значит, безумный. О, почему? Потому что без определенного места жительства. Потому что это как раз тот самый этап, когда я писал альбом. Сейчас я уже нашел свой дом. Моя возлюбленная стоит позади вас. Все у меня прекрасно. И я стремлюсь к созданию своей семьи и укостенению своего фундамента. А тогда я искал его. И, собственно говоря, альбом запечатлил все те переломные моменты, которые пробудили во мне эмоции. Собственно говоря, вы их будете слышать в своих наушниках. Наверняка есть истории создания треков. Я находился на моменте своего скитания, душевного скитания и материального скитания. Так получилось, что позицией моего мыслительного процесса оказалась Махачкала. И я смотрел на горы через панорамные окна. Передо мной был маленький ноутбук. И я в тот момент написал трек «Жизнь». Трек «Жизнь» — это трек моего открытия. Открытие в этой жизни. То бишь решение жить счастливо и сделать для этого все возможное. И могу сказать, что весь альбом посвящен этому открытию. Трек находится на первом месте. Но я считаю, что его после прослушивания альбома нужно вернуться к нему и послушать первый трек обязательно после прослушивания всего альбома. Потому что как раз таки он и говорит о моем освобождении, о том, в каком состоянии я сейчас нахожусь. И я думаю, всем будет намного яснее. Но как? Как это делать? Ты знаешь, скажи нам. Нужно находиться в пути и кайфовать с него. Суть не в тот момент, когда ты приедешь на мотокроссике через три часа в какую-то точку. А суть в том, что ты весь путь. Туда, сюда, потом ямка, кочка. Вот вы о чем должны думать. Никаких альтруистических побуждений. Мне пофигу на мир. Я думаю о своей жизни. И я очень хотел бы, чтобы моя жизнь стала хорошим примером для многих людей. Потому что я находился в несчастье. Я находился в отторжении со своим внутренним миром долгое время. И наконец-то я в гармонии, в счастье. И я понимаю, куда это все идет. В один момент я нашел что-то светлое в этой жизни. И теперь этого не хочу ни в коем случае упустить. И, собственно говоря, я всем вам желаю найти это счастье и держаться за него до конца своих дней. Потому что эта жизнь, эта жизнь ваша. Похлопайте себе!